Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. Сегодня будет обзор первых попупок, первых попупочек для нашего ребенка. Кстати, под одним из видео, где мы уже обсуждали покупки, точнее мои споры с мужем по поводу покупок для ребенка. Кто-то написал, что еще рано, ну зачем вы так рано задумываетесь об этом, все еще может, ну как бы, ну негативные сценарии. Ну да, такое возможно, такое не исключено, но как правило большая часть беременности все-таки заканчивается родами. Да, есть, конечно, небольшой процент вероятности, что что-то может пойти не так, что-то может там, ну понимаете, да, не хочется произносить негативных слов. Но тем не менее, поскольку процент этот очень невелик, то это такое, выглядит как немножко такое суеверие. Поэтому я решила, почему бы не суеверничать все-таки со знаком плюс, да, потому что, ну можно думать, что покупая вещи, ты делаешь некий посыл в будущее на то, что все будет хорошо. То есть ты как бы уже даешь вселенной знать, что для твоего ребенка все готово, и он точно должен прийти. Чем вам такое суеверие не подходит, да, почему тогда обязательно с негативными вот этими мыслями. Хотя, конечно, не буду там выпендриваться, вот, у любой женщины, наверное, есть такая небольшая тревога, и, наверное, до последнего момента, пока не родишь, пока не получишь ребенка, пока там первые дни после рождения с ним не поживешь, не поймешь, что с него там все хорошо, ну не будешь полностью спокойна. Да, это я согласна. Вот. Но давайте перейдем к покупочкам. Эти покупки делает мой муж, я ему не запрещаю делать эти покупки, единственное, что прошу, чтобы он немножко согласовывал это со мной, потому что он не сын миллионер и сам не миллионер. И мне не нравится финансовое напряжение, я не хочу, чтобы из-за ребенка у нас создавалось какое-то финансовое напряжение, тем более, учитывая то, что его можно с легкостью избежать, да. Вот. Разрешаю ему делать покупки заранее, потому что, ну опять-таки, тема финансового напряжения, да, то есть сейчас он может выбирать спокойные товары, где-то выгодные акции, где-то выгодные скидки, где-то какие-то там дополнительные подарочки к заказу. Вот. Делать покупки не спеша, не испытывать финансового стресса большого и при этом быть уверенным, что вот ты как бы потихонечку-потихонечку готовишься, у тебя все хорошо. Вот. Поэтому такая стратегия. Итак, начнем с мелочевки. Купил он два комплекта каких-то хлопковых салфеточек. Они были в двух пакетиках, я их просто уже раз это самое распаковала, посмотрела. Ну, хорошенькие, хорошенькие хлопковые такие сопливчика-слюнявчики. Вот. Очень даже и неплохо. Приятные. Расцветочки тоже самые разные приятные. Два комплекта. Была хорошая скидка. Поэтому почему бы и нет. Их тут очень много. Прям вот стопка и вот стопка. Так, сколько же их тут штук? Ну, короче, тут очень много. Очень много. Это хорошо, потому что у нас машинка с загрузкой на 27 килограмм. И хорошо много напачкать и сразу все, так сказать, оптом постирать. Посмотрите, какая милая. А, какие зяеньки. Какие карюселечки. Так. А вот с лисичкой симпатичная такая. Так, они были хорошие, отглаженные, немятые. Это я их уже помяла. Вот. Но их все равно стирать. Сейчас я не стираю, потому что, когда долго лежат вещи в шкафу, они иногда такой запах приобретают, залежавшийся немножко. Поэтому я их постираю непосредственно уже ближе к моменту использования. Так. А вот такая это мужская тема. Автомобили. Хорошие, приятненькие такие. Милота, милота. Так. Дальше. Как же это называется? Одеяло, одеяло. В общем, пеленальное одеяло. Что-то типа конвертика пеленального. По предварительным данным ожидается, что рожать я где-то буду в апреле. Лето в Корее начинается достаточно рано. И оно достаточно жаркое. Поэтому каких-то супер теплых пеленашек мы не планировали покупать. Единственное, что в апреле дома еще может быть достаточно прохладно. Вот в этом доме конкретно, в котором мы живем. В прошлом году я приезжала сюда в марте. И дубак немножко такой был дома. Был дубачок такой легкий. Отопление тут не централизованное. Отопление у каждого свое личное. Подогрев дома осуществляется за счет подогрева пола. То есть подогревается только пол. И уже от пола теплый воздух поднимается вверх и циркулирует по помещению. То есть такая своеобразная система отопления в Корее. Поэтому, ну вот, да. Купили пару теплых пеленальных одеялок. Или как их назвать, конвертиков. Извините, еще такой мятенький. Так, вот такое вот голубенькое. С медвежатами. У некоторых, наверное, возник вопрос, как мы можем покупать. Не знаю, девочка или мальчик, или кто вообще. Вот такие медвежата. Ну, мне понравились. Эти медвежата и для девочки, и для мальчика подойдут. Такая милота. Хорошо бы было это отгладить. Лучше бы красивее было смотрелось бы в кадре. Но я просто уже это сворачивала и запихивала в маленький комодик. Такой детский. И поэтому все измялось. А пришло оно в достаточно приличном виде. Вот такое. Тут простегано по краям. Внутри небольшая утепленная подкладочка. И с обратной стороны вот такая вот беленькая штучка. Сделано в Корее. Вот написано, сделано в Корее. Наверное, будет перевернутое у вас изображение. Очень добротная. Она на ощупь тоже была по приятной цене. Медвежатки. Приятный такой приглушенный голубоватый цвет. И для девочки, для мальчика подойдет. Медведи белые, щечки розовые. Нормально. Так. И такое одеяло-конверт более теплое. Это все сворачивается в конверт. Вот тут даже завязки есть для конвертика. Вот такой вот типа а-ля капюшончик. Ну это очень хорошее одеяло. И можно и просто накрыться. Потом будет впоследствии. И это самое. Или просто постелить и на него положить сверху львенка. То есть такая вещь универсальная. Рисуночек тоже и для девочки, и для мальчика подойдет. Вот тиверенок или львенок. Голубой крокодильчик. Тут у нас кто? Бегемотик зеленый. Тут голубой слоник. Тут розовый зайка. Тут зелененькая какая-то травушка-муравушка. Белая лошадка. То есть самая разная цветовая гамма подойдет и для девочки, и для мальчика. Тоже цена достаточно удобная. Я думаю, за такой конверт до хрена бы денег пришлось отвалить в России. А здесь очень приемлемая цена. Ну плюс, как я уже сказала, куплено в удобный момент. Не тогда, когда уже все там приспичило. Надо любой ценой что-то купить. А вот куплено тогда, когда есть приятные какие-то акции, скидки, бонусы. Никаких посторонних запахов. Тоже это, кажется, сделано тоже в Корее. Да, тоже в Корее сделано. Местное производство. Вот такое вот тепленькое одеялушка. Так, сейчас я это сверну в конверт и вам покажу, как это в виде конверта. Выглядит. Но до этого мы откроем еще одну посылочку. Самую громоздкую вещь я вам покажу в конце. Насчет этой посылки не знаю, что пришло. Но я знаю, что что-то детское тоже было в пути. И должно было прийти. Что еще? Купили ванночку. Естественно, ванночка в кадр не влезет. Меня завалит этой ванночкой. Поэтому сейчас я покончу с вот этой коробкой. Посмотрим, что внутри. И покажу вам со стороны, как выглядит конвертик. И ванночку покажу. Ванночка мне тоже очень понравилась. На нее тоже была хорошая скидочка. Так, что у нас? Вот такая вот штуковина. Это, скорее всего, у нас... Как он называется? Слинг? Да, слинг. Слинг написано по-корейски. Это, чтобы носить ребеночка с собой на груди. Муж заказывал, сказал, значит, так. Он, конечно, надул немного губки. Он сказал, я для тебя сначала размер закажу. Ты попробуешь. Если тебе понравится, я тоже для себя закажу. Размер для мужчины. Но мой муж не такой уж крупный, знаете. И мне кажется, что вот этот слинг, он, скорее всего, будет немножко мне великоват. А ему в самый раз. Пусть таскается, господи. Мы не будем его запрещать. Если ему так хочется. Так, что у нас тут? Благодарность, спасибо написано. Это явно не для слинга. Какая-то такая косметичка в эко-стиле. Лниная. Класс. Подарочек. Мне как раз нужна. Мне как раз нужна такая косметичка. Так. Что это у нас? За конструкция. За конструкция. Цвет. Не знаю, каким он смотрится в кадре. Это нежно-розовый цвет. Если я найду... Если я найду... Я вставлю вам, как это все в нормальном линии смотрится. Как это должно смотреться нормально. Короче, эта штука, она, знаете, смотрится как такая блузочка нежная, которая немножко вот так вот не спадает с плечиков. Именно поэтому мы и выбрали это. То есть и по цвету нежно-розовый, потому что это цвет, который я люблю. Вот. Вот тут вот она будет вот так красиво спадать, как блузочка. То есть только на спине будет видно вот эту, как бы, штучку. А спереди это будет смотреться все как блузочка. Размер. Ну, я думаю, это можно натянуть на мужа, на моего, честно говоря. Можно тут еще, смотрите, запас есть. То есть вот даже вот так вот можно, в принципе, попробовать натянуть. А если вот так еще запас вот этот открыть... Нет, точно, все, точно, нам не придется под второй. Это на нас двоих. Муж просто себя переоценивать. Ну, видимо, себя видит более крупным. Более крупным, чем он на самом деле является. В своих фантазиях он более крупный. Боже, тут уже пошла эксплуатация одеялочки. Детка моя, деточка моя сладенькая, а что мы тут делаем, расскажите. Так, наволочку торзанил лусик сегодня. А что мы тут делаем? Мы примеряемся. Это хорошее одеялочко. Как вы оцениваете? Хорошо оцениваете? Еще так вот, из-за спадная такая, свалявшаяся. Правильно, умывайся, умывайся. Итак, теперь обзор ванночки. Извините, что я не распаковываю. У нас дома кошки. И стоять это еще будет, как вы понимаете, до весны. Я не хочу, чтобы это все шерстью поросло. Поэтому не распаковываю. Это будет стоять в полиэтиленчике. Вот такая вот ванночка. Тут подставочки для средств моющих. Сюда вставляются бутылочки. В подарочек шла вот такая игрушечка. Об нее еще можно зубки чесать. Ну, вполне себе приятная. Без особых посторонних запахов. Вот это, как вы понимаете, такое сиденьице. Как это используется в интернете? Я видела, что сюда, все-таки это пластмасса, это грубоватая штучка. Сюда стелется полотенчика, чтобы ребеночку было мягенько. И вот он в таком положении, полулежа-полусидя, будет вот здесь находиться. Это очень удобно, что придумали вот такие вот эти конструкции. Потому что можно вполне комфортно купать ребенка в одиночку. Не бояться, что он куда-нибудь у тебя там выскользнет. Куда-нибудь там скатится. Вот. Не ждать помощи мужа. А сама быстренько тут постелила полотешку. Вова сюда полошила. Покупала с удовольствием. Да, малыш? Ты будешь участвовать? Ты любишь купать? Купать, купаться, мыть. Штете, штете. Так, наша звезда продолжает балдеть на одеяле. Что, да, мама про тебя говорит. Про тебя говорит. Я сейчас у тебя это отниму, потому что папа будет злиться. Папа у нас агрессивный, все, бред ругается, чтобы эти хулиганы ничего не трогали. Ну, как не трогали, скажи, это наша общественная жизнь бытовая. Мы тоже хотим участвовать. Так, а теперь смотрим конвертик. Решуся-малышуся, пришлось выселить. Выселить из конвертика. Вот такой вот. Конечно, мятость создает некий неоприятный вид. Но, в целом, очень симпатичная вещичка. Приятненькая. И расцветка, мне кажется, и для мальчика, и для девочки подойдет. Хотя я почему-то думаю, что у меня будет девочка. Итак, вот такой вот небольшой обзорчик первых покупок для нашего малыша. Сейчас буду разбираться, как крепится слинг. Как это все будет, значит. Всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте поддерживать канал лайками. Спасибо, что были со мной. И пока-пока.